Музыка Ферментированная кукуруза Одна из самых эффективных, быстро работающих фракций на прикормочном столе Сегодня я хочу поговорить о процессе ее приготовления Сразу хочу сказать, что процесс этот занимает несколько дней Посему нужно начинать его делать заблаговременно То есть ориентировочно на приготовление уходит 4 дня Процесс производится в 3 приема Замачивание, варка и приготовление закваски И непосредственно сам процесс нахождения кукурузы в этой закваске и ферментации Итак, заблаговременно вчера с вечера я погрузил в воду кукурузу Замочил ее Это обычная сырая кукуруза Сухая сырая кукуруза Я дал ей некоторое время постоять в воде Набухнуть Она стала чуть-чуть не такой каменной Скажем так, мягче Это ускорит процесс варки Значит Данная кукуруза, объем ее Я выбрал не случайно Здесь у меня 2 килограмма сухих зерен После варки они увеличатся в объеме А так как я еду на сессию в четверо суток И моя стратегия кормления предполагает кормление кукурузы только в течение первых 2 дней Для чего это делается? Для того, чтобы собрать на столе быстрый дать сигнал На стол Собрать максимально быстро рыбу Не важно какого размера и даже не важно какой породы Пусть это будет даже не карпа Пусть это будет даже карась или платва Но суть не в этом И вместе с кукурузной фракцией В моем сподмиксе Давать какое-то количество бойлок Моей основной питательной программы Ну там 10-20% подрезанного бойла То есть по большому счету я создаю активный маяк Активный стол На него заходит рыба Начинает активно питаться Шум, пыль, гам Веселая пирушка И лежат большие частицы Вот, естественно, крупная рыба тоже начинает подходить постепенно И вместе с кукурузой начинает употреблять пищу И распробовать мои бойлы основной питательной программы Потом уже после двух суток я выключаю кормление кукурузой И начинаю кормиться только бойлом Вот, и уже как бы сажусь на бонусную рыбу Но там в той или иной степени будет диктовать мне стратегию подачи Плюс-минус день мониторинг точки То есть если, предположим, крупный карп начинает клевать сразу с точки То я, в общем-то, второй день могу ограничиться от кормления кукурузой Или же наоборот, я могу продолжать это делать до конца сессии Если, предположим, карп не реагирует на бойл И тогда я уже перехожу на применение приманок в виде искусственных кукурузок Которые, там, всяких ароматизированных, там, клюква, слива, персик И тогда, получается, ловлю с кукурузного поля на выделенную приподнятую приманку Но суть не в этом, как бы, сейчас не об этом Итак, продолжу о кукурузе Сейчас я вот эту замоченную кукурузу ставлю вариться Для этого мне понадобится кастрюля Дам я этой кукурузе повариться где-то 40 минут Для того, чтобы она стала чуть мягче В процессе ферментации она станет потом еще чуть мягче Вот, значит, вернусь к разговору о количестве Здесь, в данный момент, 2 килограмма Я буду использовать ориентировочно Ориентировочно Если я сварю кукурузу, у меня получится объем в районе, там, ну... 5 литров готовых зерен Вот, поэтому вот в такие баклажки пластиковые, удобные Я потом ее погружу для процесса брожения Вот Это удобная тара Удобная почему? Удобная почему? Потому что она имеет узкое горлышко И поступление кислорода уменьшается То есть, изображение идет полным ходом в ней Плюс мерная тара, 3 литровая емкость такая Как раз ее хватает не на день На два закорма То есть, в спот микс Удобно Можно использовать 5 литровые баклажки Но это не принципиально Принципиально Кому как нравится Это зависит от количества Предполагаемого Кромовой фракции на столе В том месте, куда еду я Это ориентировочно Этого количества должно хватать Вот Я высыпал кукурузку Беру водичку Воду не из-под крана Вода с источника Без хлорки Не знаю, насколько это принципиальный вопрос Но мне почему-то кажется, что карп К этому вопросу будет Щепетильно относиться Так Значит Процесс варки Будет проходить Приблизительно 40 минут Я еще могу Добавить Для усиления вкуса Некоторое количество сахара Пять ложек Думаю, будет вполне достаточно Так Так Рецепт Крым Очень Продолжение следует... Рецепт 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 Приблизи Корректор прошло 40 минут кукуруза моя сварилась я слил воду зерно остудил она сейчас просто тепло сварилась она до той стадии когда ими она достаточно твердая но при этом если сильно нажать руками то можно его раздавить сейчас я приступлю к процессу приготовления закваски в котором будет это зерно ферментироваться ну или бродить воду после варки я намеренно не сливал в раковину а слил в отдельную емкость то есть по большому счету получился у меня такой кукурузный компот я в него добавлю сейчас сахаросодержащие вещество можно использовать в этом случае свеколовичную или кукурузную патоку миласу можно использовать сахар можно использовать мед можно использовать даже варенье ну то есть то что даст пищу бактерия в виде дополнительного количества сахара который употреблять они будут и выделять кислоту и спирт в данном случае я буду использовать сладкий кукурузный сироп это достаточно концентрированная сладкая густая добавка производитель рекомендует добавлять ее 30 миллилитров на один килограмм то есть я смесил с учетом того что у меня получилось в общей сложности вроде 4 5 килограмм кукурузного зерна после того как она разварилась разбухла а я добавлю на приблизительно четыре три 12 120 миллилитров этого сиропа также я добавлю жидкий ароматизатор в данном случае это дип слива для того чтобы придать кукурузе дополнительной активности и и в качестве быстрых ликвидов ликвидов быстрого действия на водоемах коими я считаю фруктовые ликвиды то есть слива занимает почетно одно из первых мест моем арсенале вот в данном случае это будет слива ну и конечно же я добавлю 20 грамм активных пекарских дрожжей из расчета 10 грамм на на 1 килограмм сухой смеси вот начну с жидкого ароматизатора он достаточно концентрированной но это не является он не является жидкостью для каточки бойлов то есть он чуть-чуть слабее поэтому его можно лить большем количестве я добавлю 20 миллилитров на весь объем слива сейчас хорошо работает по вретому времени года то есть я думаю что она создалась дополнительный ароматический маячок для моего спот микса в виде ферментированной кукурузы быстрее привлечет карм на стол теперь настало время кукурузного сиропа видно какой он густой это очень сладкая добавка ее можно использовать как для ферментирования ферментации его можно также использовать в качестве добавки для стик миксов в пва пакеты для использования пва пакета можно добавлять прикормку то есть универсальное средство сладилочка то есть можно даже в матчевые прикормки которые там для ловли леща для ловли карася плотвы и густеры и прочие бели можно тоже его использовать добавляя прикормку в данном случае я его добавляю в качестве дополнительного стимулятора чтобы мои бактерии начали быстрее питаться есть ну и конечно же настала очередь дрожжей дрожжи сразу далее очень выразительный аромат всему моему вот этому так называемой браке или закваски для браке так как они имеют высокую плавучесть мне сразу не тонут то есть некоторое время их нужно будет поболтать поразмешивать порастирать об стенки боковые чтобы равномерно размешать внутри моей закваски закваску я остудил жидкость которую я слил после варки кукурузы я намеренно остудил до температуры такой теплой терпимой там градусов 40 более горячую наверное использовать не стоит теперь можно отставить сторону это временно все дело и заняться закладыванием кукурузного зерна в емкость еще раз напоминаю о том что емкости имеют узкое горлышко что самым благоприятным образом влияет на эффективный и быстрый процесс ферментации при помощи такого нехитрого устройства сам процесс ферментации будет длиться в районе там 3 дней обязательно необходимо помнить что бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют углекислоту и нужно обязательно давать возможность этой углекислоте выходить из емкости то есть закручивать плотно крышку ни в коем случае нельзя потому что баклажка раздуется и может даже попло что взорваться также дополнительно эту кукурузу можно будет использовать и в виде основной насадки протыкаем ее иголочкой и насаживая на волос как несколько штучек так и по одной так и в виде подсадки или же с искусственной ароматической кукурузой которая имеет дополнительно плавучесть то повышенную аттрактивность то есть здесь уже комбинации и возможных экспериментов можно массу провести вот поэтому кукуруза конечно универсальный материал плюс конечно же стоит отметить ее высокую декоративность такую повышенную и на ярко-желтая заметная на дне а карп будучи доминантной рыбой в водоеме смело может называться очень любопытной рыбой поэтому по любому он не упустит возможности поинтересоваться что это за такая красота рассыпана на пути расследования по водоему куруза является источником многих важных компонентов необходимых для жизни карпа карпа управляет с удовольствием от мала до велика поэтому недооценить ее роль в качестве кормовой фракции нельзя вот я приблизительно две одинаковых емкости засыпал я оставил место для того чтобы поместилось сверху еще количество закваски какое-то вот и чтобы было после того как закваска начнет работать вы начнет подниматься пена то есть нужно оставить место для того чтобы пена просто не лилась и не пачкала все вокруг теперь можно приступить к заквашивание ну вот я залил закваской мою кукурузку плотно закрутил крышкой переболтать надо на так чтобы равномерно все улеглось и теперь еще один маленький нюанс не помешает после этого влить в емкость некоторое количество масла какого-нибудь ну в данном случае подсолнечного чтобы оно равномерно распределилось и создало пленку по поверхности жидкости это уменьшит доступ к кислороду и будет способствовать быстрейшему вступлению бактерий действия важный момент важный после того как проведена эта процедура крышку уже плотно закручивать не надо просто поставить сверху и теперь я это все дело поставлю в денечек на балкон в проветриваемое место теплое вот и оставлю дожидаться предстоящей рыбалки еду я через пару деньков пока там приеду пока там он еще постоит денечек там пока разберем лагерь помаркеримся помаркеримся так и получится где-то в районе трех трех с половиной дней и можно будет кормить очень рекомендую всем попробовать способ ферментации и попробовать ловлю на ферментированную кукурузу уверен что результат будет хорошим и очень приятно удивит почему вы вы вы